Брюссель и Рим ссорятся из-за денег. Евросоюза не по душе дефицитный бюджет Италии на следующий год. В проекте документа заложено резкое увеличение государственных расходов. Но итальянское правительство не собирается идти на уступки. Елена Абрамович продолжит. Рост минимальной зарплаты и снижение налогов. Эти сладкие обещания итальянские политики давали еще во время предвыборной кампании. Теперь, чтобы их выполнить, придется значительно увеличить бюджетный дефицит. Для страны госдолг, которой и без того около 130% ВВП, это очень небезопасный шаг. Да и финансовые договоренности с Евросоюзом не позволяют идти на такие риски, напомнили итальянцам в Еврокомиссии. Италия теперь стала второй проблемной страной-должником ЕС после Греции. Итальянское правительство, по-видимому, отдает приоритет государственным расходам. Но госрасходы могут поднять их рейтинги только в краткосрочной перспективе. Но в конечном результате, и мы должны сказать правду итальянцам, кто платит? Народ. Накануне обратился к итальянскому народу и правительству и президент Европарламента Антонио Таньяни, который тоже итальянец. Но на правительство страны это мало повлияло. Несмотря на то, что министра экономики Италии засыпали вопросами на Совете Евросоюза в понедельник, и он поспешно покинул встречу, во вторник вице-премьер заявил, на уступки не пойдет. Мы не отступим от 2,4% от ВВП. Это должно быть понятно. Мы не отступим даже на миллиметр. Впрочем, Брюссель не настроен идти на жесткую конфронтацию с Римом. Поэтому итальянские власти выиграют в любом случае, даже если их заставят урезать бюджет. Ведь, как показал случай с обвалившимся мостом в Генуе, потом всегда можно взвалить ответственность на экономный Брюссель. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов.